приветствую вас дорогие друзья в стенах нашего замечательного гитарного центра а именно в мастерской сегодня у нас на верстаке замечательнейший инструмент от фирмы эпифон если быть точным это aj 100 натуральный я про верхнюю деку натуральный цвет а не том о чем вы могли подумать так в общем то в чем проблема инструмент к нам пришел после ремонта вот но не нашего блага здесь произошел отрыв башки она лопнула скажу это не самая редкая проблема бывает от кого отрываются и похлеще это первый инструмент но у нас к счастью есть еще один экземпляр гитара flight ну точнее то что от нее осталось голова как после гильотины вот собственно само туловище до над ней сильно постарались особенно вот в этих вот моментах здесь и здесь что это страшно очень страшно мне неизвестно но выглядит отвратительно значит хочется провести параллель потому что как вы видите на этом инструменте голова вообще просто полнейший отрыв башки а там собственно она еще держится как-то ну собственно можно предположить за счет еще старой склейки вот в том случае с эпифоном там полопнула на на месте склейки старой видимо использовали не самые качественные и прочный клей и в первую очередь мы будем снимать колки потому что они нам в данном в данной работе только помешают как живое и последний у вуаля все готово и самое главное чтобы вот это все добро наше не порастерялась мы используем профессиональные качественные пакетики вот так вот берем все туда так аккуратнейшим способом складываем берем профессиональный маркер пишем эпифон эпифон это гератара флайт ну ладно самое главное перед склейкой это провести такую репетицию мужики мужики все что мы делаем мы ставим возвращаем голову на место прижимаем чтобы так мы видим где-то в некоторых частях чуть-чуть видно что павелон но не критично вот такую магическую подложку делаем и крепим на струбцины нужно понимать то что время схватывания клея 5 минут и собственно это время лучше потратить ровно на то чтобы сделать все четко раз струбцинка 2 струбцинка все понятно и уже проводим все те же самые манипуляции только уже с клеем клеем необходимо наливать вот ровно столько сколько нужно оказалось бы да нет некоторые туда выливают пол баллона чтобы было надежней но естественно когда под гнетом струбцин происходит сжим естественно излишки клея они выливаются через щели это неизбежно но с опытом естественно ты понимаешь сколько клея достаточно для того чтобы произошла склейка в любом случае конечно делается это с небольшим запасом с небольшим запасом не большим клеем опять же вот такая площадочка из фанеры в данном случае она как видите проклеена просто скотчем потому что в любом кайфе фанера это древесина а древесина очень хорошо схватывается тайтбондом у нас получилось бы просто какая-то франкенштейновая гитара с прилепленным куском фанеры вначале мы поджимаем не слишком сильно потому что поскольку у нас само место склейки она никак не зафиксирована на одном месте и попадание вот такой вязкой субстанции как клей под гнетом может как бы вести к тому что она может просто сойти в бок куда-то и она так естественно застынет некрасиво и это уже ну никак не исправить просто перефрезеровывать все и заново считай делать голову кому она надо делай все с первого раза красиво и качественно ну вот и прекрасно сейчас клей начнет схватываться буквально через пару-тройку минут я как раз таки успею пойти покурить сигарету ну вот и придем и постепенно будем все сильнее сильнее поджимать чтобы плоскости схватились как можно теснее друг другу дэнти а а из лето друзья вот и прошли сутки как мы оставили гитару на склейке собственно сейчас мы убираем струбцинки и смотрим что у нас получилось значит у нас здесь как мы видим все удачным образом склеилась клиент в общем-то пожелал чтобы инструмент остался именно вот в таком виде несмотря даже на мои уговоры что надо будет все равно зачищать вот хотел сохранить именно аутентичность то что имели место повреждения и их оставить в общем-то и как вот эти тоже собственно почистим поставим колочки и будем натягивать струны значит колки мы уже как видите поставили скажу пару моментов насчет вот этих вот гаечек все-таки хочется их затянуть так чтобы понадежнее было но тут главное соблюсти вот такую середину потому что если прям вот очень надежно и долго вкручивать вот прям да не могу дерево она просто промнется и будут трещины на лаки это блин просто неизбежно ну честно говоря вот я не фанат в таком виде оставлять инструменты но кому-то вот прям нравится вот есть такая категория вот музыкантов которые хотят чтобы вот вся история инструмента вот была отображена вот на нем вот я вот когда-то сделал эту кодку я не буду ее там заделывать как-то отдавать мастерам или просто закрашивать или прикрашивать я хочу чтобы она осталась она мне будет напоминать там на каком-то событии не ну чё то может быть в этом есть напишите в корень и в комментариях вот вы собственно фанаты вот подобного ну что ж дорогие друзья мы поставили колочки поставили струнки и оно работает собственно клиент попросил только склеить но я дополнительно собственно протер весь инструмент привел в порядок чтобы он был чистеньким накладочка естественно бридж вот и верхний порожек в общем я заменил его на новый потому что старый был уже совсем отжил свое так говорится ну значит когда вручим клиенту инструмент надеюсь его все устроит он будет также рад как и я что наконец-таки сделал еще одно доброе дело ну что ж посмотрим как тут поживает наш эпифон опять же начнем с того что снимем струбцины потому что склейка уже произведена как мы можем предполагать успешнейшим образом ну здесь очевидно склейка получилась удачнее за счет того что сама голова была еще также зафиксирована была не полностью отломана но и подобного рода склейки делать в чем-то проще дальше у нас идет зачистка вот эти вот все царапины и точнее то что осталось изломов мы будем зашлифовывать зачищать снимать старый слой краски ну до определенных пределов также сзади мы тоже здесь зачистим примерно вот в этом диапазоне мы будем работать и краской и в дальнейшем матовым лаком отделяем кусочек небольшой абразивной бумаги вот так вот раз качественно профессионально вот самое главное чтобы на срезе здесь был именно прямой угол нет это неважно и собственно чем мы начинаем зачищать как раз таки мы здесь мы видим насколько толстый был слой лака вот я буквально чуть-чуть потёр и вот у нас появилась выглянула древесинка и такая сказала привет ну дальше мы вот так зачищаем в общем в таких вот моментах округлых не нужно сильно ну давить на наждачку потому что в каких-то местах вот видите здесь она протерлась здесь еще них ну не схватилась и таким образом можно изменить случайного саму геометрию данного участка по поводу фигурных мы вам рассказали а вот на фронте вот в этой области здесь поверхность она наоборот должна быть ровной ну насколько это возможно идеально в первую очередь нужно сравнять саму поверхность потому что когда был произведен скол и собственно травма это по появилась древесину из-за того что она находится под натяжением по сути и и немного ведет вот и кое-какие элементы вот старой краски вот возможно шпаклевки пока ну не особо видно да и тем более сама склейка была первичная но не самая ловкая необходимо зачистить до просто ровной поверхности те места сколов мы будем заделывать тоже вот либо древесная шпаклевка ну либо еще кое-чем дальше может покажу а может и не покажу это о чем я вам говорил ранее предыдущий мастер чтобы укрепить склейку но вообще по сути голову грифа он предпринял вот следующее решение вот они видите такие черненькие точечки вот здесь вот и вот это такие деревянные чопики значит проделали отверстие сквозное их туда вставили как клипсы и зачухали не до конца зачухали и вот теперь нам в ходе работы она вот открывается но это сразу видел все понимаете ну что ж дорогие друзья как вы видите работа была проведена успешно и что мы видим я сравнял плоскость я проходил ся соткой но в общем потом дошел до восьмидесятой потому что хотелось побыстрее все это сделать ну и в оконцове я прошелся вот такой поролоновой абразивной бумагой 220 чтобы оно было гладенько чувствуете какое гладенько прям замечательно те же самые операции провел здесь выглядит страшно согласен но стратегически важные моменты мы сделали выровняли место склейки самой зашлифовали даже вот эти чопики которые были поставлены мастером при склейке в прошлый раз и и я вот зачистил вот небольшой слой лака где будет наноситься и краска мы в дальнейшем лак ну где-то вот вот до вот этих пределов ну что ж дорогие друзья наконец-таки у нас закончился процесс полимеризации лака и краски до этого лак сам он очень мягкий вы наверняка задать зададите вопрос а что же ты делаешь такое это небольшой кусочек древесины вот я поставил в отверстие собственно смазал его клеем тайтбонд дабы прочнее зафиксировать необходимое отверстие куда будет вставляться и закручиваться саморез для фиксации колка эх ну что ж вот они наши колочки и и и вот в этой вот замечательной пепель вазе отверстия в которые вставляется колок она фиксируется вот такими вот клипсами мы просто берем и вставляем после покраски количество вещества естественно возросло поэтому необходимо вот таким вот способом берем деревяшечку берем молоточек и первое у меня короче раньше был страх нет страх того то что когда ты настраиваешь гитару первую струну или вторую до такой стараешься быть как можно дальше лицом от нее чтобы вот думаешь сейчас она лопнет она сейчас лопнет она сейчас лопнет ну мне честно пару раз в лицо прилетала струной ну вот именно поэтому я ношу профессиональные качественные желтые очки а а на все нормально мне кажется эта гитара он да а вот дорогие друзья я спешу вас поздравить со следующей новостью до инструмент готов полностью и работоспособен прекрасно звучит прекрасно звучит и 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 Ну, а на сегодня все. До свидания.